Ну индусы не носят тюрбан, ну то есть у индусов не принято в массе своей носить тюрбан. Тюрбан носит сикхи, ну то есть то, что Иньо Терриконы скинул в чате, это сикхи, это не индус. И то это, я забыл, то ли это по достижению совершеннолетия, то ли это после вступления в брак, я забыл. Но сикхи, которые молодые, не носят тюрбан, они носят на голове такую черную хуйню, которая на афроамериканский дурэг похожа на самом деле. Ну отчасти это связано с тем, что им тупо запрещено волосы стричь по религии. То есть там как бы специфическим хитро-б***ным способом завернуты волосы, на это дело надевается что-то по типу дурэг, ну что-то типа банданы, а потом сверху тюрбан, ну вернее не тюрбан, а чалма скорее. Индусы мне видятся безобидными по сравнению с любителями Мухаммеда, например, особенно если не разрешать им сать уречек, или же мне их безобидность только кажется, потому что с ними рядом не жил. Ну смотри, в Калифорнии, по крайней мере, если ты хочешь безопасный нейборхуд, то индусы это вообще хороший выбор. Единственное, что реально все будет в говне, повезет если собачьим. И в свастонах тоже. Но в плане преступности или в плане, чтобы там на районе бомжи какие-то ходили, этого не будет. Индусы следят. Интересно, я когда в медиа учился, у нас один индус, по крайней мере я думал, что он индус, гонял в таком тюрбане. К слову, он был достаточно молод, не уверен, что он женат. Ну вот этот тюрбан оранжевый, ты его видишь, ты сразу можешь сказать, что человек сик. Да-да, безопасный, особенно для белых женщин. Ну в Индии скорее опасный, а в Калифорнии не особо. То есть реально районы самые безопасные, ну после тех, которые белые совсем районы. Это районы, где одни индусы живут, конечно. Насколько куча на индусы с***** на газон? Ну в США они не с***** на газон, но они за собаками не убирают. И, блядь, проблема большая. Индия лидер по из*****м, да я не удивлюсь. Им же еще при религии предписано нож с собой носить. Если ты про сикхов, то да, у сикхов есть правило, что необходимо носить с собой нож, он называется кирпан. Есть реформированные сикхи, которые вместо настоящего ножа носят с собой кулон в виде ножа небольшой. Но вообще канонично они обязаны носить с собой кирпан. Этот самый нож кирпан, он иногда бывает маленький совсем, иногда бывает, по сути дела, здоровый кинжал, боевой причем. Это потому что сикхи, они появились в период правления великих моголов в Индии, когда, в общем-то, царь был мусульманин, потому что великие моголы были мусульманами. Была целая мусульманская династия, очень длительное время, и коренные верования Индии всячески притеснялись мусульманами. И сикхизм, он изначально появился как защитный механизм традиционной, условно-ведической, такой, дхармической индийской культуры против исламской оккупации. Ну и, как мы видим, Индия сейчас не под исламской оккупацией. Так что, что-то в этом было. Не в курсе индусам, живущим в США, заходит Рамаслами и его политика. Не знаю, я знал одного индуса, который голосовал за республиканцев, потому что у них слон на логотипе, я не шучу, не хуйня. А китайский, вьетнамский мэтт говорил, что его арендодатели пи*** затошные были. Понимаешь, в чем дело? Китайцы, скорее, тебе тоже не сдадут квартиру. То есть, район, который оккупирован китайцами, там просто для тебя тоже жилья не будет. То есть, равно как и для мефроамериканского пролетария. Короче, а вот там, где индусы, ты вполне себе сможешь жить. Насчет вьетнамцев, не знаю. В ремонте вьетнамцев много, я не замечал каких-то особенностей в районе, где вьетнамцы живут. Как же безопасны и корейские районы, там же турель на каждом магазине. Не, ну корейцы очень разные бывают. Корейцы, они просто очень жестко ассимилируются в американскую жизнь и учатся в американских вузах, и там левачья много. А индусы, они совсем другая история. У меня на работе был ситх, он реально ножик с собой постоянно таскал на поясе. Сикх через К.